Денис Дмитриевич, по вашему мнению, главное событие этой недели это что? Главное событие, на мой взгляд, как депутаты, как коммунисты, их две. Первое это, естественно, Владимир Линых, его избрание, так сказать, именно так значилось в повестке, хотя я не считаю это избранием, на пост главы города. И то, что выдвижение и подача нашего кандидата Нурлана Мунжасарова документов в избирательную комиссию для регистрации. Давайте вернемся к первому информационному поводу. Новость это или не новость? Не будем говорить, что стал все-таки Владимир Линых главой города. А вернемся к самой процедуре вчера, которая проходила. Почему все-таки вы не стали в ней участвовать? Мы выступаем противниками подобной процедуры избрания и фактически назначения главы города Оренбурга. Мы считаем, что выборы должны быть только всенародными. Это позволит горожанам, во-первых, узнать главу в процессе выборной кампании. Сейчас мы увидели программу за 10 минут. Вот я приехал до заседания, я ее увидел, понимаете. И за 10 минут я должен по этой программе избрать главу полумиллионного города. Ну, это же неправильно. Плюс нужно понимать, что если глава избран людьми, то, естественно, что повышается его ответственность перед людьми. А граждане участвуют в местном самоуправлении. Вот сейчас достаточно часто опросы горожан на улице показывают, что у людей апатия. Но вы понимаете, что это за миф? А, все равно выберут, кого надо. Мы проводили опросы, оказалось, что многие вообще даже не в курсе, из кого будут выбирать. И дай бог, чтобы Владимир Евгений только и знал. Хотя Конституция гарантирует гражданам участие в местном самоуправлении в том числе. Правильно? То есть, ну это что, одно из нарушений норм Конституции, на наш взгляд? Мы не только бойкотируем там выборы эти. Мы наши коллеги, ну-ка, не коллеги, товарищи фракции КПРФ законодательного собрания в сентябре, в 19 сентября вносили законопроект о поправках в закон о местном самоуправлении в Оренбургской области. И они подразумевали при выборе глав, но, к сожалению, отклонили. Вот что касается коллег, соратников, были ли у вас соратники среди других партий? Потому что, понятное дело, что очень много говорим, что в Оренбурге нужно выбирать, не назначать таким образом глав муниципалитетов. Но, тем не менее, активная была какая-то у вас такая группа? Да, мы пытались от имени горожан, жителей города, области, инициировать референдум по этому вопросу в Оренбургской области. Но, к сожалению, избирательная комиссия и законодательное собрание нам отказали. А в этой среди инициативной группы референдум были члены разных партий. И наши, и, скажем так, коллег, как вы говорите. И просто очень много активных граждан. Но, тем не менее, отказались, да, вот так участвовать публично только вы. И, кстати, почему, вот, можно же было воздержаться, там, за кого-то другого отдать? Подождите. Голосование за личности. Мы выступали не против, не за этих личностей, не воздерживались. Мы против процедуры. Мы считаем эту процедуру, ну, неправильной. И, естественно, мы отказались в ней участвовать. Вот и все. Почему мы должны участвовать в том, что мы считаем... Для чего? Для того, чтобы ее легитимизировать. То есть наши голоса или воздержаться, если бы мы получили бюллетень, да. Это всего-навсего бы легитимизировало. Тем более, что там были за и против, насколько мне коллеги из «Единой России» говорили, бюллетень. Да, там воздержаться не... Поэтому вот так. По-вашему, если бы ситуация складывалась вот по-другому, и действительно были бы выборы главы города, и решение принимали бы горожане, как-то по-другому ситуация могла сложиться с теми кандидатами или нет? Ну, я не знаю. Я думаю, эти кандидаты бы расширенно свои программы подготовили, встречались бы с горожанами. Я же еще раз говорю, сейчас по факту глава города, глава муниципальных образований, будем говорить не только об Оренбурге, он несет ответственность только лишь перед тем, кто его назначил. Понимаете? Перед комиссией и, соответственно, депутатами. Ну, что это за комиссия, где 50% членов совета, ну, если говорить о городе Оренбурге, да неважно, сельских любого совета, и 50% представителей губернатора. Ну, понятно же, что фактически это человек избранный властью, поэтому он несет ответственность только перед тем человеком, который его назначил. Мы считаем, что глава города, глава муниципального образования должен нести ответственность перед всеми горожанами. Результаты мы видели с вами, далеко ходить не нужно. Мы прекрасно видели, что происходило. Мы Евгения Сергеевича видели, мы помним много скандалов предыдущей главы коммуникации. Ну, вот у Евгения Сергеевича, например, не было такой тесной связи с губернатором, и, в общем-то, прямая ответственность здесь, наверное, за решение нынешнего главы. Евгений Сергеевич был точно так же, на основании конкурсной комиссии избранный. Ну, он, во всяком случае, наверное, не говорил на каждой встрече публичной о том, что он в хороших отношениях с губернатором. Мне кажется, что в какой-то степени это все-таки, да, ответственность на него большую тоже налагает, вот возможность так говорить, заявлять. Ну, на Владимира Лидахова, видимо, да, но ответственность на него возлагает. Но, опять-таки, губернатором с губернатором, губернатор меня поддерживает. Ну, это просто лишь предвыборная опора на более сильного, ни более, ни менее, на мой взгляд. Хотя, конечно, я хорошо, если нам там будет помогать область, мы будем рады, прекрасно все это. Но суть-то, что ответственность у него, опять-таки, только перед губернатором, с которым он в хороших отношениях, а не перед вами, понимаете? Будет ли за какие-то условные, да, там, промахи Владимира Ильиных на посту главы города нести ответственность, ну, косвенно, да, например, вот губернатор, в том числе, что он его, ну, как-то преподавал? Я думаю, что, да, должны будут нести ответственность не косвенно, а прямую должны нести ответственность и члены комиссии, не только о Владимир Ильиных, или речь о предыдущих городоначальниках, и члены комиссии должны... Ну, посмотрите, ведь отменялись уже все прямые выборы губернаторов, все равно мы вернулись к этому, понимаете? Я уверен, что и в данной ситуации мы вернемся к прямым выборам глав. Но непонятно, для чего мы экспериментируем над нашими гражданами. Ну, это же люди, они какие-то подопытные, там, кролики. Нужно с людьми по-людски. Тем не менее, если возвращаться, да, вот к членам конкурсной комиссии, например, когда с Евгением Араповым вся история приключилась, которая до сих пор продолжается, да, в виде уголовных дел, тогда к членам конкурсной комиссии, мне кажется, никто не вызывал, чтобы они тоже как-то ответственность вместе с ним разделили. Если возвращаться к вчерашнему заседанию горсовета, вот те программы, которые кандидаты представили, понятно, что было не так много времени, чтобы с ними ознакомиться, ну, наверное, только, там, может быть, в устной форме, да, может быть, раздатка какая-то была для депутатов. Были ли действительно какие-то достойные решения, достойные взгляды на проблемы города Оренбурга? Нет, конечно, мне, я... Ну, вот, например, что, да, запомнилось, и... Вот, смотрите, запомнилось то, что было в руках. В руках была программа только одного кандидата. Вот, можете попробовать угадать, какого. Даже не знаю. Владимир Ильинин, конечно. А почему, почему так так? Ну, я этого не понимаю, я пытался выступить, но мне не дали слова. Может, это по инициативе кандидата было, да, что только он решил? Кандидата? Разве это должно быть инициативой кандидата? Помню период, когда главой города стал Евгений Сергеевич Арабфонд, а на тот момент нам заранее раздали достаточно объемную программу. А даже то, что нам сейчас дали, Владимир Ильинин, ну, понятно, будет построено 8 школ, 8 садов. Да я рад, тремя руками подпрыгну сейчас отремонтирован дороги. Вопрос, где деньги зим? Насколько садов вот сейчас деньги? Где что? Вот этого, к сожалению, не прозвучало. Но будем надеяться, что будет исполнено. Нам придется все равно работать с тем главой, который... Ну, кстати, вот про школы детские сады, это, наверное, в том числе и федеральная больше тенденция, да? Наверное, что издать федеральных денег, а не какое-то такое уникальное решение кандидата на пост главы. Были ли какие-то решения, действительно, которые вам показались здорово и отлично, если, например, глава города возьмет во внимание? Это же была презентация. Это рекламный ролик. Ну, о чем мы говорим? Рекламные ролики нравятся всем. Другой вопрос в том, что будет внутри. Ну, а сейчас говорить еще суток не прошло, рано еще об этом. Вот ваш коллега по депутатскому цеху, Игорь Хавторин, высказался в интервью нам в том числе о том, что все программы были в какой-то степени похожи друг на друга и как будто бы они писались там в один день в одном месте. Ну, по поводу похожести. Ну, они в любом случае будут похожи. Вы же прекрасно понимаете, что проблемы у города есть. Конечно, некоторые кандидаты не погрузились еще вот в эту среду, хотя и оримбуржцы, проживающие в городе, но они на вопросы, на многие вопросы, они затруднялись ответить. Вот, ответом было, я с этой проблемой еще не знаком, я с этой проблемой еще не знаком. Мне бы хотелось, чтобы глава города как раз-таки как можно больше был знаком с этим проблемой, имел какой-то муниципальный стаж работы в каких-то органах, потому что, понимаете, ну, глава города это не должен быть пожарником. То есть возникла проблема, он о ней сейчас узнал, кинулся ее решать, решил, не решил, тут возникло новое, посыпалось, посыпалось, посыпалось. Вот, как зачастую, кстати, было... Например, Дмитрий Кулагин, это было пожарником, вот в вашем понимании? В моем понимании, да. Наверное, да. Но та ситуация... Хотя определенные тоже Дмитрий Владимирович пытался делать, но больше такие общественные организации создавать и так далее, и так далее. Советы, палаты. Да, да, люди же шутили, хватит уже говорить, пора работать. То есть... Прозаседавшиеся, вспоминает эти творения. А вот та ситуация в городе, с которой столкнется Владимир Ильиних, ну, в общем-то, город, которым берет Владимир Ильиних, он его заставит быть таким пожарником своеобразным в этом смысле? Я не знаю, я сейчас не знаю. Вот когда мы будем видеть его команду, тогда мы будем понимать, будет ли что-то происходить или нет. Ну, особо команды нет, структуру он пока еще не изменял. Будем смотреть. Ну, понятно, что Дмитрий Владимирович последнее изменение было там за месяц до его ухода. Это ясно. Он менял программу. Каждое заседание мы что-то меняли в структуре администрации. Создавали всякие управления по военным вопросам и прочие такие жуткими названиями, на мой взгляд. Ну, посмотрим. У нас есть управление по военным вопросам. Да, да, да. Наши корреспонденты побывали вчера на заседании городского совета, где, в общем-то, и проходила конкурсная процедура, ее финал. Давайте посмотрим небольшой материал об этом. За Владимира Ильиных проголосовало 33 из 36 присутствующих депутатов. Председатель Оренбургского городского совета Ольга Березнева отметила, что для депутатского корпуса было важно, чтобы у человека был соответствующий опыт. Спасибо за доверие. Я действительно не постой, но на суд. Перед голосованием кандидаты снова зачитали свои концепции развития города. Затем ответили на вопросы парламентариев. Первый вопрос к Ильиных касался договора с недобросовестным подрядчиком, который в 2019 году не сделал плиточный ремонт улиц в срок. Его расторгли по решению прокуратуры. И сейчас мы заключаем с ними новый контракт. Вчера заборы вовсю ставили, понимаете, и в декабре их ставили. Я почему задал этот вопрос Ильиных, потому что два месяца он отработал, и вот этот последний контракт, видимо, уже был заключен при нем. Что касаемо ввести в реестр договора с недобросовестным, знаете, за месяц-полтора я погрузился, и столько вопросов. Кандидат Александр Ивлев в своем выступлении предложил увеличить городской бюджет за счет увеличения налогообложения малого и среднего бизнеса. Кандидат Василий Кальнишевский в своем проекте предложил ввести систему шведского стола в образовательных учреждениях. На пешеходных переходах кандидат предложил установить камеры с распознаванием лиц для регистрации нарушителей. У него очень обширный, кстати, мне понравился, очень хороший был доклад, но он абсолютно не может отвечать на вопросы. То есть, ну, как бы это показало, конечно, что это слабый кандидат. Концепции у всех похожи, складывается впечатление, что они делались все в одном месте. Перед голосованием коммунистам по регламенту должны были дать слово, но Ольга Березнева объявила перерыв, не обращая внимания на оппозицию. Депутаты по данному поводу намерены писать жалобу. Что касается нового главы города, Владимир Алексеевич, 1975 года рождения, уроженец Свердловской области. Первое высшее образование – горная инженерия, второе – юридическое. В браке воспитывает троих детей, в 17 лет занимался предпринимательством. До приглашения паслера в Оренбургскую область или иных 4 года занимал пост заместителя главы Североуральска. Затем три года возглавлял ЗАГСОП Свердловской области по молодежной политике. Валерия Шарова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Очень много Владимир Ильиных говорил про то, что будет как будто бы советоваться считаться с мнениями горожан. Да, практически по каждому вопросу. Глава новой теперь уже города говорил о том, что будет советоваться. Но будем надеяться, что это правда. А была у меня уже одна встреча с Владимиром Ильиных, с гражданами. Мы ходили со избирателями к нему. Мы решали вопрос одного из поселков городских. Насколько здесь он открыт, готов встречаться с обычными людьми, решать проблемы их частные? У меня сложности по встрече не возникло. То есть буквально договорились о встрече, через два дня встретились. И даже скорее мы подгонялись встречу под людей. Это как правило, так система работает сейчас, что, например, мы говорим, что будет слышать мнение людей, общаться с людьми. Я надеюсь, что она будет так работать. Я очень хочу, чтобы она так работала. Просто, например, Владимир Путин у нас выходит к народу. Вот таким образом, может быть, стоит действовать. Что и выходит к народу, понимаете? Я не знаю. Потому что знаю, опять же, что про Дмитрия Кулакина в прошлых наших эфиров, в том числе, говорили, что да, не был он таким доступным, что ли, ну, во всяком случае, для депутатов. Вот, не знаю, как для людей. Вот, как считаете, Владимир Ильиных. Вот здесь уже вот по тем месяцам, которые возглавляет Оренбург уже по факту, как себя показывает в этом плане? Насколько легко будет людям действительно рассказать о своих проблемах, о своем видении? Ну, депутатам попасть к нему несложно. То есть, вот я не буду говорить. То есть, мне достаточно просто было. Ну, встречу очень просто организовали, быстро очень. А итоги встречи какие-то у нас следовали? Ну, пока мы работаем, после встречи с главой мы сейчас работаем с одним из заместителей, с гражданами уже встречались. Сегодня мы идем опять уже в пять часов, там, ну, уже более проработанно смотреть этот вопрос. Ну, вопрос в Расташинских прудов. Людям нужен транспорт, общественно, тяжело добираться. Погода там заметает постоянно, то есть дорога. Вот эту сложность мы сейчас решаем. Посмотрим, как она будет решаться. Надеюсь. Пока все движется, но не знаю, как будет дальше. Еще одна, наверное, такая цитата, не цитата, да, Владимир Ильиних из его первого интервью уже в качестве главы города официального о том, что он будет заниматься командой в ближайшее время, в первую очередь. По-вашему, это вот что будет? Полесят шапки от тех, кто сейчас есть? Я не знаю, я не знаю. Ну, я надеюсь, что он сможет разобраться. Хотелось бы вот верить. А как следует, по-вашему, делать? Вот сейчас рубить головы, да, и брать новых чиновников или работать с той командой, которая... Есть в администрации люди, которые действительно болеют, переживают за город, хотят сделать его лучше. На самом деле, я думаю, что, ну, не так и много там тех, которых нужно, как вы говорите, рубить головы, да, убирать. Я думаю, за то время, что он был, он уже с какими-то людьми познакомился, будет принимать, конечно, решение кадровое. Их нужно обязательно принимать. Мы же видим, что у нас в городе происходит. А допускаете ли тот вариант, что, например, опять же, могут пополнить, да, команду администрации Оренбурга какие-то люди из других регионов? Или это уже не тот случай? Если еще в региональную власть можно было из Екатеринбурга заманить, что называется, людей в доме, в муниципальном месте? Мы же видим одного из заместителей. Ну, вот эта вот тенденция будет или... Не знаю. Надеюсь, что нет. Почему? Ну, мне хотелось бы, чтобы в Оренбурге управляли городом оренбуржцев. И даже административные функции. А вот вы, как депутат, это как видите? Вот набор новой команды, да, у нас огромное количество, там, текучка. В последнее время очень много нестабильных, да, каких-то моментов в администрации. Это как должно происходить? То есть, какой-то конкурс, может быть, как команда Оренбуржия? Ну, конечно, конечно. Или в частном порядке? Или, опять же, доверенные лица, да, рекомендуют? Однозначно, конкурс это не должен решать один начальник отдела кадров. Вы знаете, если начальник кадрового управления просто приносит к главе и говорит, вот, нужно взять и можно взять это. Ну, кроме кумовства мы здесь и не получим ничего. И вернется все на круги своя, когда у нас начальники управления, ну, в ОВД бывает чаще, чем на работе. Вот зачем это нужно? Ну, ни разу я не правду говорю. Казалось бы, управление организацией дорожного движения, и то там следственные действия проводятся, ну, что вообще нет. Уже даже уголовное дело, да, и следственный комитет, в общем-то, рассказал, с чем оно связано. А по-вашему, вот это как происходит? То есть, вот действительно бывает такое, что, да, вот кто-то там в 2017 году это происходило, и вот всплыло только сейчас, да, появились основания для обвинения? Или, может быть, это происходит в какой-то определенный момент, когда это кому-то может быть выгодно и интересно? Ну, я не знаю, я не знаю, ну, кому там интереснее было Прошин своего управления. Возможно, следствию становятся известны какие-то определенные факты, возможно, ну, что мы гадаем? Я думаю, мы узнаем все, когда будет суд, если он будет, если дело дойдет до суда. Пока Прошин не виноват. Сергей Прошин, кстати, вот, да, один из немногих, кто долгие годы достаточно в администрации работает на руководящем посту. Он очень долго работает, и на него поступает гигантское количество жалоб, наверное. Две-три жалобы в неделю от избирателей, это точно на... А с чем связаны? Ну, светофорами, переходами, пробками, понимаете? Ну, весь мир борется за беспрепятственный проезд. Это снижает выхлопы автомобилей, это экономит время двигателей. И только у нас в Оренбурге. Ну, понятно, что нужно решать проблемы комплексно. На мой взгляд, я неоднократно критиковал Прошину, а на мой взгляд, он ее решает как-то не совсем так, как нужно. То есть, видимо, еще помнят, что он сотрудник ГИБДД, ГАИ. Вот, он просто ставит светофор, не обращая внимания, в 50 метров от другого. Да нужно обеспечить переход граждан безопасный. Я полностью согласен. Так же, как и водители должны соблюдать права. Но, когда в 50 метрах от перекрестка, где стоит светофор, устанавливается еще один светофор, ну, мне вот это вот не совсем понятно. Хотя я полностью, вот, говорю, на стороне пешеходов. То есть, он не решал комплексную проблему. Ну, вот, кстати говоря, одно из решений, которое, опять же, оказалось в поле зрения общественности, управление, которое Сергей Прошин возглавлял, это железное ограждение, которое начали устанавливать в центре Оренбурга. Многие горожане публично высказали сомнения в необходимости конструкций. Кроме того, возникли вопросы и качество работ, которые ведутся в зимнее время. Рабочие устанавливают ограждения буквально в снег. Подрядчик и администрация уверяют, что технология при этом не нарушается, и погода не отразится на сроке службы ограждений. У меня нет специального образования, но я подумаю, что это просто бред. Я понимаю, что мороз, вода и разрушение, деньги вылетены на ветер. Ну, где-то нужны в целях безопасности, потому что дети бегут, не удержишь. Ну, где-то это вроде даже и культуру нарушает, какой-то вид города портит. Ну, если они у места, то нужны, а если они не по делу, я не знаю. Ну, надо так, я иду, вот при храму и раз, опёрся от них. Получается так. Надобность ограждения, она, конечно же, всегда актуальна, потому что в местах, где люди перебегают дорогу, данное ограждение служит, так скажем, преградой. Почему именно на текущий момент ставится ограждение, ну, вопрос у нас тоже как бы возникает. Но, скорее всего, это какие-то сроки по исполнению контракта. Сейчас работы по установке конструкции продолжаются на Краснознаменной и некоторых других участках. Некоторые оренбуржцы выразили мнение, что ограждение лучше установить на более оживлённых дорогах. Вы за этой темой следили, потому что огромное количество людей публично высказывались про эти ограждения, потому что, во-первых, да, настораживает, что это происходит в феврале месяце. Мы уже, конечно, привыкли к плиточной укладке, да, там, в декабре перед Новым годом. Ну, вот к установке каких-то дорожных конструкций в феврале, наверное, ещё что-то новое. Вы не больше вопрос провалили, да. И мне вот больше всего понравилось, больше всего горожан, знаете, высказали, что достаточно было посадить кустарник, просто кустарник, в нашем степном краю, за которым тоже нужно ухаживать, как и за этими ограждениями, которые неизвестно во что превратятся через 5-6 лет. Это огромные деньги, пусть федеральные, но огромные. И, как бы, тот, кто хочет перепрыгнуть через это ограждение, прорвётся через кустарник. Для кого препятствуем ограждение, для того и кустарник. Но, мне кажется, облик города нашего страдает. Вот, ну, представьте себе, в Санкт-Петербурге вот это поставить. Ну, как вот это будет выглядеть. То есть, в Санкт-Петербурге облик портить нельзя, в городе Оренбурга, пожалуйста, на любой улице. Мне кажется, облик Оренбурга, где в центре бесконечная, да, там, пестрящая реклама, может быть, просто подумали, что никто и не заметит, что... Не совсем в интересах, понимаете, в горожан, а в чьих-то других интересах. Я думаю, мы ещё услышим, в чьих это интересах происходила установка этих ограждений зимой и летом. Ну, вот, круглый год одним... Но, тем не менее, горожане не особо охотно отстаивают свои интересы, вот, касающиеся внешнего облика города. А это вот одно, понимаете, одно из последствий отсутствия прямых выборов главы. Почему? Пассивность граждан в отстаивании своих интересов, понимаете? А человек не чувствует, что он чем-то управляет, понимаете? Что-то... Ну, вы же берёте сами интервью на улицах, вы же видите, люди говорят, да всё равно выберут, кого надо. А без нас там выберут. Вы же понимаете, что это... То есть, вы думаете, что если прямые выборы, то это прям вселит надежду и веру? Я сказал, одно из. Вот, то есть, понимаете, ну, полный подрыв к институту выборов произошёл в городе и в области. Я думаю, даже в стране, можно сказать. Ну, посмотрите, какая низкая явка активность на выборах. Ну, что это такое? Люди, они считают себя управляющими этим процессом, вместо самоуправления. Да, не нравится, но я ничего сделать не могу, понимаете? Вот, дождь идёт, вот, ну, не нравится мне дождь, ну, ничего с ним сделать не могу. Так и здесь граждане. Ну, вот, считают они так, понимаете? Они не понимают, что придя на выборы, на любые выборы, они высказывают своё мнение, они могут влиять. Вот вам это так понятно, да, очень просто, ясно, кажется и логично, что действительно прямые выборы гораздо лучше, чем вот та процедура, которая сейчас. Конечно. Ну, по-моему, это для всех вот так очевидно, и чего стоит ждать вот через пять лет? Мы будем снова говорить о том, что, ой, как плохо, что нет прямых выборов, или всё-таки в силу того, что, да, уже общественная активность вроде бы на эту тему тоже происходит какая-то, и есть вероятность? Да я уверен, что мы вернёмся к этому, вернёмся к прямому. Через пять лет? Ну, может быть, даже раньше. Думаете, что снова? Я не думаю, я уверен. В чём? В том, что мы вернёмся к прямому. А, нет, вы говорите просто, что раньше. Я думала, что вы уверены в том, что Владимир Ильиних, как и свои предшественники, свой пятилетний срок не доработает. Ну, почему он тут не доработает? Много же сценариев, возможно, да? Захотел выбраться именно прямыми выборами, легитимизировать себя таким образом. Ну, мало ли. Если возвращаться снова к заседанию городского совета, знаю, что ещё несколько вопросов там рассматривали. Один из них касается Гагаринской лётки. Вот, в общем-то, то решение, которое приняли депутаты, каким-то образом оно, да, говорит о том, что какие-то, возможно, в ближайшее время будут изменения. Это шаг. Это всего лишь первый шаг. Надеюсь, что изменения будут. Получается, та часть, которая принадлежала муниципалитету, она полностью переходит. Да, да. И область выразила своё согласие её принять, соответственно. А почему сейчас это произошло? Ну, я не знаю. А кто, получается, с инициативы в данном вопросе выступал? То есть, есть ли, может быть, региональная власть, да, как-то пошевелила ситуацию, что нужно этим вопросом заниматься? По документам, которые были у нас на руках, Комитет по управлению имуществом выступал с этой инициативой. Город Оренбург. Ну, кстати говоря, вот, если говорить про лётку и в целом, да, про центр, мы уже заговорили. А вот не в финальной части, а именно вот в первом отборочном туре, так скажем, где все кандидаты в главу представляли свои программы. Очень много звучало про исторический центр, про то, что нужно, да, там, приводить в порядок, снасти и что... Да нет, мы слышим, что нужно приводить в порядок. Но мы видим, вот, пожалуйста, памятник Ленину. Это памятник федерального значения. Если уж опустить то, что я представитель коммунистической партии. Памятник федерального значения, понимаете. Сейчас рушится памятник Чкалову и горожане. Шутят, смотрите, говорят, чтобы только никто не узнал, потому что мы лишимся его. Мы на протяжении нескольких лет лишались памятников в городе, понимаете. Вот, например, на Европу хотят где-то денег найти, есть у нас, а вот на ремонт постамента денег нет. Причем называются такие суммы на постамент Владимира Чкаловича Ленина памятника. Ну, там, 8 миллионов, вы понимаете. Это же ужас. За эти деньги можно дом построить. Дом. Жилой дом. Получается, что у вас такой настрой пессимистичный, да, что вот... Я не знаю, что будет. Я же не предсказательный. У меня не Ванга фамилия, а Батурин у меня фамилия. Вот, кстати, у Владимира Ильиных в программе что-то такое вы услышали, касающиеся исторического центра старого знания? Конечно, он говорил. Есть понимание, какое решение, как он видит решение этих проблем? Мы говорили, что он знает об этой проблеме, а как он будет ее решать, я не знаю. Если уж о памятниках заговорили, мы вот постамент Европы, которую мы обсуждали, очень активно. Вы, кстати, были одним из ярых противников его установки. Понятно, чем эта история закончилась? Вот такой общественный резонанс на что-то повлиял здесь или повозмущались? Пока непонятно, пока непонятно. Вы за этой ситуацией следите? Ну, конечно, следим. Но на следующее заседание градостроительства, я обязательно приду, попрошусь, но пока его не было. Вот, и я вижу, что люди возмущены. Мы тоже проводили опрос. Никто же не против красивых скульптур. Ну, вот, кстати говоря, вас в этой ситуации смущает больше что? Вот сам внешний вид? Ну, внешний вид и место. И внешний вид и место. А почему внешний вид? Вот, например, Павел Гнилорыбов, урбанист, наверное, тоже видели его высказывание. Высказался публично о том, что его удивляет, что в Оренбурге вот эта вся ситуация так начала, да, развиваться активно. И столько противников, потому что там в десятках стран мира признано, да, там... Пусть этот Гнилорыбов в своем городе устанавливает все, что хочет. Наши граждане... Может быть, мы просто такие консерваторы, что... Я представляю интересы горожан. И прежде чем принимать какое-то решение, говорить о чем-либо, я всегда с ними советую. Ну, и вы прекрасно это знаете, вы видите, я постоянно провожу опросы. Ну, в данном случае люди не хотят видеть этого. Считают, что это перебор. Остается у нас совсем мало времени. Предлагаю поговорить о том, да, что вот публично КПРФ заявили о решении Нурлана Мунжасарова выдвинуть на до выборов законодательное собрание. С кем он будет конкурировать здесь, так скажем, да, и почему вот такое решение? Ну, конкурировать он будет со всеми. Там Андрей Кавил заявился, там многие, ну, не знаю, пока еще собрали подписи. Нет, там есть партия, которую надо подписи собирать. А нормальное, совершенно адекватное решение. Нурлан сильный кандидат. Да, Нурлан проживает на территории этого округа. Нурлан работал на этом округе. Нурлан был депутатом Оренбургского городского совета. Адекватная, сильная кандидатура. Плюс его кандидатуру предложили, округ находится на территории трех районов. Его кандидатуру предложили два района из трех. Соответственно, да, у нас... Это шансы серьезные. Вполне. На что, на победу? Ну, конечно, однозначно. На этом заканчиваем эфир. У нас в гостях был депутат городского совета Денис Батурин. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели пятничный выпуск новостей. С Натальей Богдановой. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин